Всем привет! Я иду в Нью-Йорке. В такой момент мне сказали, что я теперь говорю это тебе, не делайте интервью. Я говорю это тебе. Я говорю это тебе. Мне кажется, я с вами доню. Вот это здание. Мне кажется, я очень люблю его телескопы. Я не знал, что это так, это не критические. Я не знаю, что ты смысл команда. Это не только буквально для того, чтобы сделать конца. Я вам говорю о грин-карте, что я хочу сказать вам, что у нас есть наши дороги, которые мы хотим, чтобы они не были в Америке. И мы хотим, чтобы вы были интересны с вами. Здравствуйте! Я выдаю вас, как вы? Да, так. Спасибо. Спасибо вам, как вы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам, как вы. вот давайте коротко про вас до коротко про меня ребята извините пожалуйста я буду говорить по русски потому что мне так удобнее я победительница лотерея dv20 одна из счастливить мне удалось получить визу значит расскажу вам коротко в марте 2020 года я у меня было собеседование под этой визе я получила визу прилетела в душам б и через пару дней аэропорт закрылся представляете то есть мне так повезло как мы знаем аэропорт потом был закрыт полгода и в общем как только открылись коммерческие рейсы как только появился первый коммерческий рейс душам б и дубай я первым же рейсом улетела в сша потому что мая виза истекала в общем одна из счастливиц мне очень повезло ваш номер мой кейс номер 11000 11 тысячный значит вы когда поехали в казахстан первый вопрос все вопросы которые консул вам задал значит при прохождении интервью мне за консул задал следующие вопросы чем вы сейчас занимаетесь то есть где вы работаете следующий вопрос был что вы намереваетесь делать сша какие у вас планы в сша то есть учиться или работать на что я ответила я сказала что я сначала буду учиться то есть я хочу поступить на магистратуру а потом также одновременно работать и все да и ваша виза одобрена и нельзя нет нет он также за он также спросил консул меня спросил кому вы летите в какой штат я сказала я лечу в техас он спросил почему техас я ответила потому что у меня брат живет в техасе и в принципе все моя виза была одобрена у меня не запрашивали никакие дополнительные документы то есть финансовые банковские но ребята я всем рекомендую обязательно каждый год правила становятся все строже и строже подави лотереи поэтому обязательно в обязательном порядке во время визового собеседования ребята готовьте финансовые документы и часто очень спрашивают сколько на счету должно быть я рекомендую 5000 долларов на человека то есть скажем если семье три человека то хотя бы чтобы на банковском что было 15 долларов это как бы с человека 5000 до семейный минимум 15 до допустим семья если получается муж жена и ребенок но это так приблизительно в принципе были такие моменты когда из 10000 на семью одобряли одобряли визу но это это все знаете как говорят на усмотрение консула но к сожалению каждый год правило становится все строже и строже особенно в алмате как мы вы по моему из-за того что у вас у вас тут брат поэтому вас так сильно не запрашивает сколько лет брат здесь брат уже здесь он гражданин сша здесь почти 20 лет значит поэтому он как бы выступил моим спонсором вот поэтому бачоке спонсор на дурина она так меняем акашон дар америка граждане не амри куки вас и все салона додан а моему дуне ки ага шуму хон да не бьюем в тестово шин обычного его спонсоры баку аппетит санбарик дар амри кхон дан пауз и пул мест хаст курсой бепу лекин дарасос кимат месяц ада гашму университет фонет так мне еще такой вопрос почему тихо с техас почему тихо с но первая причина по которой сюда приехала это родные то есть у меня брат здесь с янгашка из племянников у меня сестренка здесь также она прилетела там у него соединение с мужем было очень по миграционной лизе они прилетели сюда семья считай здесь поэтому основная причина по которой переехала с вас это брат есть то есть где жить еще вопрос посольстве вы говорили на русском или на английском посольстве я проходила собеседование на английском языке но ребята не переживайте даже если вы будете проходить на русском языке то это не пробовать не проблематично не критично то есть если вы не знаете английский язык это не проблемно потому что программа лотерея она заключается вот основная как бы критерий того что это лотерея то есть правительство сша и власти по не знаю то что люди будут мигрировать те иммигранты которые не знают языка и и это нормально вы в принципе в процессе уже когда ты не переживать да такой вопрос сколько уже вы техасе в техасе я уже пять месяцев это относительно новенькая в сша я тоже новенькая как вы нашли работы вы вы сказать что вы работает параллельгом у куртиса морисона одного из знаменитых адвокатов да вы работаете сейчас дистанционно если кто-то к вам обратиться вы сможете ли им помочь с документациями или с какими-нибудь именно вопросами смотрите чем вы можете помочь а чем вы не сможете к сожалению а регистрация на иски тв 21 до 20 это уже закрытая тема потому что судебное решение уже было не будем впадать подать лица подробности по dv21 уже регистрация на иски закончилась последним иском было гудлак также недавно была регистрация на другие иски я точно не знаю это относилась касательно dv-шеньков или нет но там что-то связанное с беженцами было я не думаю то что это сдв связанная в подробности не не вдавалась потому что у меня у самой очень много работы и я непосредственно работаю напрямую со своими клиентами и как а кай парви сказал я работаю параллельгалом у куртис морисона а значит мне не мне назначили клиентов из таджикистана из украины из москвы пару кейсов бедные москвичи как вы знаете они застряли у них консульство полностью закрыто и как бы сейчас все в процессе вот эти суды идут судебные разбирательства чтобы их мы добиваемся того чтобы москвичей перенесли мы добиваемся того чтобы наших приоритет был у наших листов но это еще неизвестно в сентябре уже закончится заканчивается тридцатого или тридцать первое сентября 21 года уже фискальный год заканчивается к сожалению знаю время есть к вам могут обращаться чтобы вы вписали их имена именно в комиссии уже к сожалению уже жалоба была подана уже регистрация она была в мае поэтому к сожалению сейчас возможно сделать то есть заново присоединиться к иску невозможно но если будут какие-то новые иски если есть возможность армина очень это вопрос такой который касается может быть судьба 1000 свыше таджиков если есть возможность сможете ли вы создать почту имейл и что писцы 2 20 21 могли к вам обращаться ну вы сами смотрите я могу как бы поставить ваш инстаграм я могу выложить ваш номер или имейл желательно почту потому что по телефону очень много будет вам как бы писать не по теме я не хочу чтобы вас забрали с работы чтобы у вас были проблемы с работой а так меня что вы хотите сказать женщинам или семьям которые приезжают в техас у которых нет английского языка у вас есть английский вы очень быстро нашли работу я говорю с многими они сказали что без английского очень трудно что вы посоветуете по своему опыту дорогие девушки значит смотрите если вы планируете переехать в сша ближайшее время я вам рекомендую не торопиться в плане работы работать вы всегда сможете работу найти вы всегда сможете я рекомендую исходя из своего опыта и вообще то что я вижу жизнь в сша я рекомендую сначала подучить язык элементарно даже перед приездом в сша вы знали как мы знаем во всех странах везде есть очень много языковых вкусов я рекомендую вам сначала потянуть то есть пару месяцев там у себя стране значит вы изучаете язык также по приезду в сша уже вы понимаете просто одно дело учить язык там у себя в стране а другое дело тогда уже практика по любому когда ты переезжаешь бывает вот этот языковой барьер ты не понимаешь их сленг ты не понимаешь вот этот говор американский поэтому по-любому я думаю что просто изучать язык в таджикистане этого недостаточно я думаю что хотя бы пару месяцев такой интенсивные курсы нужно будет взять а работать вы знаете я считаю то что все зависит от самого человека человек он может найти работу везде то есть самое главное как я ранее отметила это язык выучите язык я знаю что в нью-йорке совсем другая ситуация но в техасе я сама просто говорю по своему опыту в техасе язык английский он нужен без языка вы будете мучиться поэтому дорогие девушки также дорогие наши парни наш соотечественники и другие все потенциальные иммигранты пожалуйста учите язык учите учить английский спасибо тахмина я знаю что по куртису морисы мы с вами еще будем общаться можно я бордоров так не на кутошка буря техас добро и айотик этому черт Silk 99 дней аwicут номер утрой его запады рекиIN в verdade я я Я не знаю, как мне понравится. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.